всем привет это антон долин и радио долин сегодня у нас с вами висайская история и этот выпуск мы посвящаем памяти ушедшего из жизни выдающегося композитора и поэта в данном случае именно поэт он написал стихи к музыкальным номерам висайской истории стивена сандхайма висайская история это настоящая легенда я думаю что об этом знают даже те кто никогда целиком не видел одноименный фильм или мюзикл на сцене дело в том что мелодии висайской истории ушли в народ ну а сюжет существовал задолго то появление этого мюзикла однако сказать о нем тоже очень важно висайская история возникает в пятьдесят седьмом году конец 50-х и начало 60-х а фильм вышел в шестьдесят первом это переломное время и для америки и для голливуда дело в том что от многих тем табуированных до того американская поп-культура начинает отказываться именно тогда возникает висайская история с одной стороны этот сюжет сначала он появляется на сцене и только потом уже на экране этот сюжет наследует классики это ромео и джульетта юноша и девушка принадлежат к разным группировкам она сестра главаря банды акул он один из основателей хотя и ушедшие оттуда банды джетс или ракеты ну и банды продолжают воевать а он и она полюбили друг друга мантеки и капулетти вечный сюжет с другой стороны условность этого сюжета и условность мюзикла самого жанра который не может не быть условным здесь сталкиваются с реальностью нью-йорка где действительно на улицах бьются банды где действительно город проходит через довольно жесткую скажем так реновацию на ее фоне писался и ставился этот мюзикл и элементы реальности соединенные с элементами театра музыки танца поэзии дали совершенно неожиданный результат висайская история считается этапом в истории мирового а не только американского мюзикла и так висайская история роскошный материал который состоялся во многом не благодаря а вопреки и это преодоление вопреки был во всем самого начала когда леонард бернстайн блистательный дирижер музыкант большой популяризатор жанра мюзикла взялся за эту историю он выпускал ее с тяжелым сердцем потому что до этого состоявшийся премьера оперетты или мюзикла или комической оперы кандид который оставил в большом театре не так давно первая постановка этого произведения провалилась и бернстайн понимал что высайская история будет таким последним рывком и либо состоится либо нет и на самом деле некоторые музыкальные темы которые изначально были написаны для кандида перекочевали в высайскую историю опять же бернстайн находился на таком перепутье потому что ему как раз в этот же период предложили возглавить нью-йоркский филармонический оркестр и с одной стороны был выбор либо деньги либо творчество ну как бы и деньги востребованности большое серьезное дело дирижерская работа либо творчество и вот высайская история которая изначально была из сайской а еще одно рабочее название банда и в процессе работы над этим материалом отказались продюсеры работать над этой историей и неожиданно появившийся гарольд принц легендарный режиссер и продюсер в том числе взялся за этот материал джером роббинс один из хореографов потому что на самом деле их там было несколько но основной конечно же джером роббинс основной соавтор бернстайна довольно капризный и сложный персонаж поставил условие что мюзикл должен репетироваться не четыре недели хореографические номера а 8 недель и впервые для этого мюзикла был объявлен так называемый open call то есть когда смотрели непрофессиональных танцовщиков непрофессиональных вокалистов а вот мог прийти кто угодно с улицы и роббинс во многом был соавтором не только с точки зрения хореографии но и с точки зрения музыки потому что бернстайн под него переписывал какие-то такты где-то увеличивал музыку где-то уменьшал и конечно же эта работа еще важна тем что впервые такой творческой единицей выступил на этой работе стивен сон хайм который написал стихи не путь кстати говоря с пьесой а именно стихи всех музыкальных номеров в царской истории и на афише в вашингтоне где был трояут этого спектакля то есть предварительные показы перед выходом на бродвей было написано стихи бернстайна и сан хайма и тогда бернстайн сказал сан хайму тебе обидно в тебя это попало тебе неприятно мы сейчас исправим афишу и тогда конечно же в вашингтоне был оглушительный успех и при переносе на бродвей на бродвее это было тоже успешным почти два года шел спектакль 700 с лишним представлений было показано но конечно же культовым этот мюзикл стал после экранизации тогда-то начался вот этот вот бум и после премьеры в кинокартины этот мюзикл проникает в мир в европу и в том числе и в советский союз в 65 году состоялась премьера и для меня до сих пор загадка как вообще люди получили авторские права тогда ведь такого не было как они получили партитуры георгий антимов в театре московская перетта ставит в цельскую историю и в 69 году состоялась премьера в санкт-петербурге ставил ее уже с драматическими с драматическо поющими артистами великий то встоногов в театре ленинского комсомола тогда и несколько было в советском союзе спектаклей один из последних которые я видел своими глазами это была в цельская история в новосибирске в новосибирском глобусе это уже были двухтысячные параллельно в театре сфера в москве шло несколько спектаклей но сейчас этот материал к сожалению недоступен для показа в принципе в россии и в некоторых как это не парадоксально американских штатах на юге из один из создателей в команде причем мы не знаем кто и даже при встрече с санхаймом я обращался к нему с этим вопросом что я очень хотел ставить высайскую историю нельзя представлять этот материал в россии из-за к сожалению закона о гей пропаганде который попал очень в создателей в кого-то из создателей потому что когда я говорил с санхаймом он мне сказал что ты знаешь можно взять любое другое мое название но но не это один из нас то бишь один из четырех авторов и у меня есть подозрение что это наследники робинса вот на некоторых территориях где есть жестокое отношение как им кажется к гей-сообществу вот мы не разрешаем для показа этот спектакль как получить ответ на вопрос сегодня это перестало быть проблемой у каждого есть гаджет или компьютер с подключенным интернетом позволяющий сформулировать свой запрос в поисковике так можно узнать все или почти все или совсем не все выбрать одну истину из множества в эпоху постправды порой непосильная задача и здесь на помощь приходит яндекс кью ведь это сообщество живых людей экспертов профессионалов которым можно не только задавать вопросы с ними можно дискутировать обсуждать проверять факты и отделять их от мнений кстати в кью есть профессиональное сообщество на тему фактчекинга альянс фактчекеров сообщество яндекс кью работает по принципу сужения аудитории можно обсуждать интересующую тему с конкретной группы людей со своим кругом обмениваться знаниями профессиональным или личным опытом а можно создать свое собственное сообщество и сделать его открытым все вступившие смогут публиковать там вопросы и дискутировать но приготовьтесь его наполнение и качество дискуссии будут на вас регистрируйтесь в кью и приходите в сообщество искусство кино обсуждать фильмы задавать вопросы и спорить ну и конечно шекспировская подоплека и предыстория и пост история этого вечного сюжета это то о чем стоит сказать отдельно по роду занятий взял масса рома юлиет и в россии в англии и не только в россии в англии но лучший спектакль лучшая постановка это конечно то что сделал просто малой бронны и вот он ставит рома юлиету так как может быть написал бы эту пьесу шекспир если писал бы ее не одновременно с сосном летнюю ночь одновременно с гамлетом и и гибель этих прекрасных людей она у эфроса и вообще когда речь идет о современном взгляде на мир о современном трагическом по существу миропонимании гибель их гибель их неизбежна так и так неизбежно на фоне окровавленной вероны или окровавленного современного мира 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 междоусобицы убийства ненависти крови вот тот самый мир который рисует который рисует который рисует бирдистайн в своей музыке и джером роббинс своей хореографии и и и поэтому и поэтому то как мир современной Америки да не только Америки не только Манхэттен где происходит эти жуткие это жуткая схватка между двумя шайт им в сущности говоря и и и жертвой которые оказываются вот эти два прекрасных человека поэтому современный сегодняшний взгляд взгляд продиктованный историческим опытом двадцатого столетия это трагический взгляд я был в Вероне несколько лет назад и как положено для любого туриста я зашел на на гробницу джульетты или вернее на то что полагается считать гробницы джульетты она была в качестве самоубийца похоронен далеко от городских стен вероны в новом каком-то районе в каких-то веронских тюремушках и и рядом вот с этим с этим с этим с этим с этой пустой гробницей я увидел маленькую кучку бумажек и полюбопытал что же такое за бумажки оказалось что это и письма которые современные девчонки пишут джульетте и одно письмо я прочитал вот хотя это неприлично сам читать чужую переписку и там и там было написано каким-то полудетским почерком было написано что вот дорогая джульетта я узнал по историю долго плакала что с тобой сделали эти проклятые взрослые письмо детское наивный но но в нем есть некоторая мудрость мудрость потому что чем мы другим занимаемся как не пишем письма великим великим художником прошлого или великим художником настоящего в конце концов писательская история ты есть письмо современного человека шекспиру и современный человек получает ответ от шекспира несколько лет назад я я был в стратфорде и видел там шекспировскую ромео джульетту поставленную в стиле мюзикла писательская история что только естественно для современного театра 1961 год висайская история на экранах цветная разноцветная громогласная прекрасная картина абсолютный хит американского проката в том году и 10 оскаров рекордных для мюзикла ну и вообще редко встречающиеся число на оскарах роберт уайс режиссер этой картины конечно не был новичком более того он начал свой путь в кино с номинации за лучший монтаж за фильм гражданин кейн орсона уэлса то есть у человека был очень серьезный послужной список но именно висайская история сделала ему славу как и еще один мюзикл через несколько лет который тоже стал триумфатором оскаров звуки музыки роберт уайс это настоящий классик который как человек еще восходящих золотой эрик голливуда самых разных жанрах себя пробовал но так вышло что его имя мы прежде всего связываем с этими двумя легендарными культовыми мюзиклами фильму немножко пеняли за то как он соединяет противоположности да с одной стороны мы видим банду который дерется с другой банды и вдруг они все идут по улице нью-йорка и танцуют зрители поразило сейчас уже удивительно об этом говорить самое начало фильма когда камера сверху с птичьего полета смотрят на манхэттен постепенно оказываясь на той самой площадке спортивной где и начинается действие кстати говоря вполне по-шекспировский одна банда задирает другую с тех пор это стало общим местом вот эти вот кадры манхэттена сверху мы их видели в сотнях фильмов но это придумано было именно здесь в висайской истории одном из основополагающих нью-йоркских фильмов ну и конечно имеет смысл сказать о том как органично здесь звучала музыка за кадром хотя чаще всего пели одни люди а играли роли другие люди об этих других людях которые играли роли тоже наверное надо сказать прежде всего натали вуд она же джульетта или как в этом фильме это называется мария там даже есть знаменитая песня мария один из легендарных музыкальных номеров портариканка который влюбляется в белого американца тони а он в нее и эту самую марию сыграла натали вуд и это одна из самых наверное знаменитых легендарных актрис голливуда она была легенды уже к моменту выхода в висайской истории например играл одну из главных ролей в искателях джона форда который многие считают лучшим вестерном в истории кинематографа или играла в бунтаре без причины главную женскую роль рядом с джеймсом дином ну о чем здесь можно еще говорить ее ранняя смерть таинственная при странных обстоятельствах на яхте ей было немного за 40 лишь закрепила этот статус легенды вокруг этой трагической смерти до сих пор возникают разные версии и спекуляции но несомненно этот фильм запечатлел ее как центральный бриллиант в этом очень сверкающим и разнородным ожерелье ну и не могу сказать не сказать о двух как минимум мужчинах ричард беймер тогда прежде всего красивый парень который играет тони он же ромео мы много лет спустя несколько десятилетий спустя наблюдали его в твин пикси это он тот самый бенджамин хорна тайный магнат и владелец фактически этого города и потом он играл в продолжение тоже у дэвида линча как и раз темблин он здесь играет главу банды джетсов а потом он станет в твин пикси доктором джакоби очевидно что своей крайне условной истории о любви и в том числе о первой любви как любовь ромео джульетты дэвид линч отсылал нас именно к этому архетипическому важнейшему американскому фильму к вестсайской истории но артисты и режиссер и стивен санхайм написавшие замечательные стихи как бы не были важны они не могли бы проявить свой талант до же степени если бы не музыка леонарда бернстайна и хореография джерома роббинс да на самом деле я шла с таким с кислым с кислым предощущением потому что что такое джером роббинс это великая история да и что такое джастин пек это гораздо менее великая история с другой стороны какое время такие хореографы да тогда хореографы были крупнее деревья выше вода чище сегодня они очень точно чувствуют время и хорошо пытаются время опять же да перенести на экран ничего радикального джастин пек не придумал но может оно и слава богу то есть все основные линии основные идеи джерома роббинса в целости сохранности на месте все его разделение ну такое оно очевидно да это акулы да джет шаркс оно на месте и она работает все рисунки сохранены то есть все главное намечено джеромом роббинсом осталось как и было и когда пошли титры в финале оригинальная хореография джером роббинс хореография джастин пек я как-то успокоилась танец стал жестче танец стал динамичнее жестче это первое и главное ну то есть он 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 в результате как будто убыстрился и второе очень важное природное если раньше он все-таки тяготел согласно времени да согласно привычкам он тяготел таком к академизму то есть все танцы они таки джаз-данс академический это еще пахнет цветными трупами пола тейлора да это еще вот все эти вещи они еще воздухе висят это еще новое крутое интересное а сейчас уже все как-то центр внимания перемещается на улицу как ни странно и все эти уль и уличные танцы стали немножко они такие сильнее они зрелищные от них пахнет натуральным стрит-дансом то есть от академизма к стрит-дансу движение пошло здесь вот что интересно оно кажется уличным кажется а на самом деле с точки зрения профессионализма это сделано очень круто то есть я смотрю как они двигаются и у меня знаете когда много лет назад первый раз там посмотрела серию британских мюзиклов серию ты просто сидишь не господи откуда родятся такие артисты где их обучают как вот этот вот щелчок раз переходит от профессионального танца да там пению к актерской игре но вот этот универсализм ну просто впечатляющий очень леонард бернстайн выдающийся композитор также дирижер именно он открыл новому свету а получается что и всему миру густава малера дирижируя его симфониями многие до сих пор считает его исполнение эталонными но сам он писал потрясающую музыку которую невозможно свести к музыке дирижера леонардо бернстайна часто называют лучшим композитором среди дирижеров такая распространенная не очень удачная шутка но понятно о чем речь среди дирижеров двадцатого века среди самых великих из них многие пробовали себя в композиции в том числе вот так лемперер вильдельфорд венглер и в общем их опыт и слушать сегодня можно с уважением но это довольно скучно не то бернстайн который имел два одинаково больших таланта дирижерсти и композитор стей любое его сочинение может быть даже не самое удачное обязательно отмечено чем-то что привлечет ваше внимание и интересно что часто бывает что композитор легкого жанра мечтают написать симфонии а у бернстайна было наоборот будучи уже сформировавшимся мастером академической музыки он мечтал написать хотя бы одну мелодию чтобы было как у держина и за пару лет до появления висайской истории написал статью в виде диалога с воображаемым собеседником по почему бы тебе не пойти наверх и не написать прекрасную гершвиновскую мелодию где размышлял о том как это трудно собственно написать красивую мелодию написать легкую музыку даже будучи очень подкованным в академическом жанре висайская история появилась 1957 году и является визитной карточкой бернстайна в чем тоже есть некоторые уровни судьбы потому что с точки зрения всего что мог как композитор может быть это не самое глубокое не самые мастеровитые его сочинения но как-то так все совпало что именно она была есть и останется его визитной карточкой и тем единственным произведением которые многие ассоциируют с его фамилией помимо ряда удачных совпадений здесь конечно были и совершенно конкретные вещи которые так сработали на неувыдающий успех этой вещи во первых то что в мюзикл который в ту пору переживал пора своего расцвета бернстайм пришел со всеми своими умениями композитора симфониста кроме того здесь он активно применил латиноамериканские мотивы что было ново и что звучало совершенно по-новому в комбинации с его навыками композитора академиста висайская история породила некоторое количество шлядеров и музыковеды могут легко объяснить как это работает на уровне тритонов и квинт но слушателю это не важно слушателю важно что они легко сферу прослушивание ложатся на слух и помимо всего о чем сказано выше это никак нельзя объяснить кроме как чудом творчество то что музыка к фильму записана под управлением густава дудамели это во всех отношениях не случайно во первых сильно важно что здесь он выступает как представитель латинской америки рядом с некоторым количеством белых мужчин но более важно другое собственно успех дудамеля успех возглавляем вы им на протяжении многих лет молодежного ортестра венесуэлы именно имени симона боливара на треть на половину не знаем насколько обязан именно бернстайну именно висайской истории потому что именно фрагмент под названием мамба стал коронной пьесой дудамели и его оркестра если вы хотя бы раз даже слышали уж тем более видели как они исполняют от зажигательную пьесу подбрасывая вверх свои инструменты то не поспорите с тем что от этого хочется немедленно плясать позже дудамели и его оркестр участвовали в исполнении полные висайской истории это было в зальцбурге очень странная и очень в то же время яркая постановка это что здесь дирижирует именно он в общем по-видимому иначе и не могло и не должно было быть наша бездонная бескрайняя благодарность кинотеатру кору октябрь где мы находимся сейчас и где 10 декабря вечером пройдет показ на большом экране в оригинале с субтитрами и обсуждение висайской истории стивена спилберга одна из поражающих вещей когда смотришь новую висайскую историю стивена спилберга это то что режиссер так мало нового привнес в эту историю до такой степени вписался в канон все музыкальные номера это те самые номера которые были в изначальном театральном мюзикле кстати говоря к этому сценическому первоисточнику спилберг даже ближе чем уайс действие происходит в тех же самых годах это конец 50-х возможно самое начало 60-х ну и не изменены имена вся интрига идет по линеечке но у нас же есть старая висайская история почему тогда сделано новое одна из причин довольно банально старая картина которая прекрасно смотрится и сегодня по сегодняшним понятиям считается безнадежно устаревший в нескольких но принципиальных вопросов самого начала с первого появления на экране эта картина подвергалась упреком в стереотипизации пуэрториканцев в самом деле белая банда состоит из поляков итальянцев это просто и социально больные как они себя называют сами подростки что касается пуэрториканцев конечно это именно этническое меньшинство и стереотип в том что они все люди горячей крови моментально зажигающиеся лезущие в драку и конечно же не способны прислушаться к доводам разума это самое мягкое что можно сказать по этому поводу другой момент на сегодняшний день не актуальны хотя тогда иначе никто себе это представить не мог то что главную роль играет белая актриса натали вуд в гриме и белый актер или актриса играющий человека принадлежащего к другой расе другой культуре к другому этносу это то чего сегодняшний кинематограф стремится избегать у нового поколения новая оптика иной взгляд и даже для самых классических сквозных сюжетов мировой культуры этот взгляд неподходящий они не могут друг с другом договориться и кто же лучше подходит для этой сложной задачи адаптации классики для сегодняшнего взгляда как не всеми любимый стивен спилберг did you consider it as a risk i mean you laughed it from your childhood if i get it right the musical and you never did musical and to start something so big so huge with old-fashioned genre so weren't you afraid yeah because fear is my fuel and and it and some people call it fear some people call it a challenge this was a big challenge for me and had i made this movie had i decided to do west side story you know 25 years ago i i wouldn't have been really ready to do it 25 years ago um i was still exploring many genres but what was most you know in 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 the back of my mind and in the front of my heart was always west side story because i adored it since i heard the album at 10 years old the original cast album but it took it just took some chutzpah and it took some courage and it took my wife nagging me because my wife knew how my kate knew how much i love west side story and she kept saying you've always wanted to retell the story there's an audience out there today who has never heard of west side story sadly and 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 the themes and the values in this story are so relevant so contemporary you need to get serious about taking a dream you had when you were a child and turning the dream into a into a motion picture musical your first one and i finally went tony kushner and once he signed on to write the screenplay that's when i felt i had a partnership and they were i had the tin man and the scarecrow to the to the coward lion this is dorothy so i was very very happy uh that i had that kind of partnership and that allowed me to move forward now we see the results and uh of course the reason about new audiences so we can understand it but what else gave you the confidence that the world needs a second a new west side story on the screen i i don't need confidence to choose a story and then to spend seven eight years developing it and telling it i it doesn't take that kind of confidence once i settle on something that's really a passion and once that passion grows and doesn't like dissipates and sometimes passion goes away and there's a lot of movies i started making i decided not to make because the passion escaped me but when the passion kept doubling down that's when i knew that i had to risk everything hoping that there'd be an audience for it and hoping that people would understand why i'm telling the story and hoping that they understand i'm not claim jumping my late friend robert wise's movie which i adore and i certainly adore him what really surprised me and the combination of a very theatrical genre of musical with a realism i mean everything going on really on the streets of new york and you can feel it and they really act dance and even sometimes sing on the set and it's a natural set so how you decided to to make this combine because in the original film it's uh truly theatrical yeah well the original film they did something very brave they 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 combined cinema and theater and a lot of the a lot of the great camera angles of 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 uh you know of bob wise uh you know had theatrical sets behind it and and i wanted this to be pure street i wanted this to be a muscular a muscular street musical with as much authenticity in the characterizations in the backstories of all these people and giving china chino a real character and giving uh anybody's who is trans a real character and and digging drilling down deep with everybody in all those complicated interpersonal relationships that was the difference because i wanted the state i wanted the stakes to be higher and i have to say this you feel the tragedy more when you believe the people more and and i really wanted the these characters to be memorable and i wanted the audience to be rooting for these characters to survive their own immaturities every film is a meeting and uh can you please you and rachel uh tell each of you uh the story of your meeting for this film how it happened it was a normal day for you i was just kind of a whole day um i was actually i was at ironically enough lincoln center which our our film really centers around the uh destruction of the blocks that were destroyed to build lincoln center um and we were in a rehearsal room justin peck was teaching myself and many other contenders for the role a piece of the mambo that ended up not making it into the film and it was just a work session very collaborative a couple of hours and all of a sudden a dog just came barreling through the audition room and greeting everybody and i love dogs admittedly who doesn't and bent over to pet the dog and was just loving on this puppy and then i saw two feet just kind of park themselves next to my face and i looked up and and steven said you must be rachel and shook my hand and every bit of fear and intimidation i had felt melted away um that's the kind of aura that that steven brings into a room is that there's a there's a sense of equality um and and he was just such a human being in love with the work that he was doing and it was so evident from the moment i i met him and um and we had a fun couple of four days it was one of those things that after it was work it was work and after we left those work sessions in between we had always had really fun conversations i told him i loved lincoln he told me i was the youngest lincoln fan ever that i ever met yeah i was like this is my favorite movie of yours and he was like are you sure and um and and i left that uh audition thinking even if i don't get this even if i never meet these people again i am the happiest girl in the world and i've been the happiest girl in the world uh ever since so i think you were pretty happy before too i was yeah i was okay she has she comes from a great family i love her mom and dad her sister she comes from a great family part of getting to know an actor to hire them for a role is also to get to know who they are in their lives who they are behind you know behind the camera not in front of the lens and uh and because you know what i have to eventually do when i direct anyone is i'm not directing the character i'm directing the person playing the character so getting to know the person is really important to me and rachel was also very courageous and coming back again and again and again as all the actors had to it took a year to cast the film apparently it's the last question uh uh can i ask uh steven did you have a temptation to move it to our days to set the film uh in uh 2020 let's say that's a good because it's very relevant it's it's a very good question but i really felt that the audiences would be able to see the what was analogous uh to today from 1957 it was very important to take place in 1957 um because it was it was a more of a naive period of time uh although our characters are a lot i think a lot more mature than the original stage characters and and i really feel that we never considered bringing it to this time because it would have required more politicizing of the story of the narratives of the characters it would have been much more politicized to do it today also they tore down san juan hill and threw out onto the street all the puerto rican migrants who would come here chasing the american dream and also held jobs they the robert moses um slum clearance project destroyed all those 20 blocks of the west side of new york in order to build the lincoln center for the performing arts that was a very important message to impart at the beginning of our story life matters even more than enough rachel zegler вы видели сейчас она прекрасна она дебютантка найдена и выбранная лично стивеном спилбергом и энсел элгард который вы возможно знаете и по серии научно-фантастических молодежных картин дивергент и по картине малыш на драйве они соединились здесь это новые мария и тони в новой висайской истории и хотя это новая висайская история как уже было сказано это перенесенная на экран сейчас новыми средствами классика точно так же как гюставо дюдомелли выдающийся дирижер просто исполняет из нью-йоркским и с лос-анджелесским оркестрами ту музыку которую знают все и делает это превосходно точно так же стивен спилберг здесь немножко больше дирижер чем режиссер вместо того чтобы переинтерпретировать старинную всем известную историю пьесу и постановку он на придумывает для нее новую среду и новую оболочку конечно новых замечательных исполнителей несколько очень важных особенностей спилберговской висайской истории первые из них наверное это то что контекст который знали зрители 61 года и который не был на экране здесь перенесен на экран речь идет о сносе трущоб в сайда собственно в этих трущобах снималась картина после чего они были уничтожены и на их месте был построен линкольн центр элитное место для развлечений образованного и хорошо зарабатывающего класса куда входят и нью-йорк-сити балет и метрополитен опера и кино центр и много чего еще сегодня это очень престижное место когда-то но таким не было и об этой социальной разнице фильм говорит напрямую например картина начинается с того что виртуозный замечательный оператор спилберга януш каминский который много лет с ним работает своей камерой показывает панораму вот этих самых руин остатков сносимых трущоб вместо панорамы манхэттена с которой как помнят многие начиналась старая висайская история другое чрезвычайно важное изменение мы понимаем даже увидев эту историю сноса и возведение новой недвижимости что на самом деле то на чем немножко подтрунивали авторы оригинального фильма вот эта вот социальная болезнь это совсем не шутка и действительно герои этой картины находятся в очень невыгодном положении они сражаются за территорию которая принадлежит и не одним и не другим еще один очень важный момент абсолютно блестяще поставлены и снятая тем же самым каминске сцена это знаменитая песня америка в оригинале эта песня хит висайской истории показывает как пуэрториканские мужчины объясняет как сложно им пробиться в америке а пуэрториканские женщины наоборот поют о прелестях американской жизни все эти тоже довольно стереотипные заявления и вообще-то язвительно звучащий в изначальных стихах сондхайма в новой постановке это не только вынесено на улицу и очень красиво эффектно подано но и в общем-то закавычено мы понимаем что всерьез в свободную прекрасную счастливую жизнь для бедного иммигранта в америке не верят никто не авторы картины не герои этой картины еще один момент который кажется принципиальным это потрясающе решенная сцена свидания по сути дела единственного свидания тони и марии стивен спилберг придумал организовать это свидание в музее клойстерс и этот музей который был собран как своеобразное модернистское лего из руин европейских монастырей и замков магнатами на рубеже 19 и 20 века кусочек европейского аутентичного и то же время вымышленного декоративного средневековья на севере манхэттена там за гарлемом туда и оправляются они и вдруг эти современные герои действительно становятся и оказываются ромео и джульеттой фактически без какой-то иронической рамки ну и конечно тема аптекарь это фара лоренцо фактически из оригинальной висайской истории здесь это женщина и не потому что нужно дать больше ролей женщинам а потому что вот эту самую валентину здесь играет рита морена легендарная актриса который играла и пела аниту тогда и там в той висайской истории преемственность очень важна она еще и исполнительный продюсер в новой висайской истории также конечно нельзя не аплодировать съемочной команде фильма которая огромное количество сцен снимала на натуре они в павильонах шестьдесят первом году такое не было возможно и конечно то что актеры поют сами причем иногда это синхронно записанный звук в нескольких музыкальных номерах и песнях они действительно поют на съемочной площадке то есть эта картина которая с одной стороны действительно полностью соответствует канону с другой стороны являются и современной и вне временной спилберг как всегда превосходен в работе с молодыми персонажами и актерами это его особенный дар ну и конечно сегодня когда тема столкновения непримиримого противостояния в том числе и расового противостояния разных группировок эта тема снова стала сверх актуальной именно за последние два года спилберг который давно мечтал снять мюзикл в его карьере никогда до этого не было мюзиклов он наверное этого не имел в виду просто он любил с детства висайскую историю он посвятил картину своему папе он когда-то в детстве когда увидел этот фильм для него по его собственному признанию изменился весь мир так вот никакой актуализации он не думал она случилась сама собой но вот такие чудеса иногда происходят с настоящим искусством приятного посмотра и на этом все всем пока но а и и и и и